Присутствие каких веществ необходимо головному мозгу? Какие продукты содержат полезные для мозга вещества? Что вредно для головного мозга? Смотрите видео до конца и узнаете, каким продуктам наш головной мозг рад, а при употреблении каких страдает? Перед просмотром видео хотим поздороваться со всеми нашими зрителями и пригласить подписаться на канал тех, кто забыл это сделать. Головной мозг человека представляет собой уникальный, до конца еще не изученный орган. Он выполняет великое множество функций, регулирует деятельность всего организма, осуществляет сложные психологические действия. Благодаря его правильной работе человек может говорить, запоминать, анализировать, мыслить. Присутствие каких веществ необходимо головному мозгу? Для осуществления работы клеткам головного мозга необходима энергия. Так, для своей деятельности только головной мозг потребляет 50% глюкозы, синтезируемой в печени. Для постоянной работы, отсутствия сбоев, необходимо поступление витаминов, минералов, аминокислот, жирных кислот, которые участвуют в биохимических реакциях, происходящих в клетках головного мозга. При дефиците необходимых для работы головного мозга веществ, происходит нарушение синтеза нейромедиаторов, что приводит к сбоям в работе головного мозга, расстройству памяти, понижению умственной активности. Для того, чтобы голова всегда хорошо работала и память не подводила, необходимо поступление полезных для мозга ингредиентов, которые содержатся в продуктах питания. Но, конечно, не во всех. Какие продукты содержат полезные для мозга вещества? Чтобы проблем с памятью и сообразительностью не было, следует употреблять следующие продукты. Грецкие орехи содержат витамины и жирные кислоты, необходимые для работы мозга, а также стимулируют синтез большого количества необходимых для мозга биологически активных веществ, что замедляет старение головного мозга, улучшает память. Океаническая жирная рыба содержит необходимые для построения клеток головного мозга жирные кислоты. Печень, благодаря наличию холина, витаминов группы В, меди замедляет процессы старения клеток головного мозга. Именно поэтому стоит есть на завтрак печеночный паштет, он делает умнее. Куриные яйца, особенно желток, полезны для деятельности головного мозга, поскольку содержат лютеин. По два яйца в день желательно есть каждому. Куриное мясо имеет в своем составе селен и цинк, благоприятно воздействующие на клетки головного мозга. Лучше выбирать молодых цыплят и есть их во дворном виде. Черный шоколад, источник флавоноидов, которые стимулируют работу головного мозга, активизируют его деятельность, снимают усталость и сонливость. Хлеб из цельнозерновой муки богат витаминами группы В, осуществляющими положительное воздействие на нервные клетки, поддерживающие работоспособность головного мозга. Темные ягоды, такие как черника, ежевика, вишня, содержат вещества, способные повысить запоминаемость и благоприятно влияющие на деятельность всех центров, находящихся в головном мозге. Помидоры, особенно свежего урожая, выросшие и созревшие под солнцем, обогатят организм необходимыми микроэлементами, ликопином, витаминами, которые окажут положительное воздействие на работу головного мозга. Все виды капуст, употребляемые в сыром или любом другом виде, полезны для работы нервных клеток, поскольку содержат биологически активные вещества, осуществляющие проведение нервных импульсов. Таким образом, для поддержания хорошей умственной деятельности необходимо правильное хорошее питание. Употребление продуктов, содержащих витамины группы В, а это, кроме перечисленных, еще бобовые и специи. Для обеспечения повышенных энергозатрат необходимо постоянное поступление в организм глюкозы, для этого надо употреблять мед и сухофрукты. Цинк нужен клеткам головного мозга, для образования ферментов, которые участвуют в нервной деятельности. Он содержится в мясе кролика и птицы. Для правильной деятельности головному мозгу нужна вода, поэтому достаточное количество жидкости обеспечивают нормальную работу нервных клеток. Кроме того, что необходимо употреблять в пищу для адекватной работы головного мозга, следует сказать и о том, что следует исключить из диеты. Что вредно для головного мозга? Чтобы не наносить вред работе клеток центральной нервной системы, следует исключить из пищи полуфабрикаты, животные жиры, трансжиры, фастфуд, газированные сладкие напитки. Эти продукты отрицательно воздействуют на обмен веществ, снижают эффективность метаболизма, приводят к нарушению кровотока, отложению жира в клетках. Употребление этих веществ может привести не только к ожирению, но и к нарушению умственной деятельности, снижению памяти. Также отрицательно воздействует на работу головного мозга алкоголь. Питание играет большую роль в состоянии и активности всего организма. Поэтому употребление нужных продуктов и исключение токсических приводит к стабильной, слаженной работе всех органов и систем, а в первую очередь головного мозга.